А в Черновцах набирает обороты скандал вокруг городского управления образования. Не так давно замначальника этого управления поймали на крупной взятке. Его отправили в СИЗО. Но вот местные депутаты убеждены, что работал он не в одиночку. И чтобы выяснить это, даже созвали внеочередную сессию. Чем все закончилось, узнаем от Ольги Поломарюк. Коррупционера от образования поймали на взятке в 230 тысяч гривен. Но он вымогал их у местного предпринимателя за помощь в выигрыше тендера на ремонт в школах. Сегодня дошла очередь до его начальника, главы управления образования. Допрашивали на внеочередной сессии горсовета. Каждый хабарник, который берет деньги, берет деньги у детей. Чтобы он знал, что такие же будут на все города и на всю страну. Будет такой голос. Нет надежды ни начальника управления, он не руководит этим. Чиновников обвиняют в создании коррупционных схем. И регулярное сотрудничество с недобросовестными строительными компаниями. Суть коррупции в том, что выполняются работы, вернее, они не выполняются. А за них оплачиваются деньги. В 2016 году по ДНЗ номер 22, ДНЗ номер 38, ДНЗ номер 4 подписаны акты выполненных работ управлением обслуживания. Работы не выполнены до сегодняшнего времени. От самого начальника депутаты требуют отчитаться о работе управления и прокомментировать ситуацию с задержанием зама. Знали вы или не знали, что он может порушить законодательство в сфере отримания хабаря? Ну, если вы знали, то возникает вопрос, что вы были в доле. Если вы не знали, то я снова повторю, вашу ответственность к заниманию и посадке. Но Сергей Мартинюк уверяет о том, что его зам не честна руку, ни слухом, ни духом. Я засуджу факт отримания хабара, если он будет доведен полностью. Это непрепустимо. Это обставина, кидая тень на все. Но депутаты в такую наивность не верят, требуют уволить чиновника. За проголосовали 30 человек. Тем не менее, остранить от работы Сергея Мартинюка может только мэр. А тот против. Писать заявление об увольнении или нет, дело самого Мартинюка. Но вот интересная деталь. Депутаты выяснили, замначальника того самого, что поймали на взятки, выпустили под залог. 80 тысяч гривен. И не исключено, он будет претендовать на восстановление в должности. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы.